Следующий год в Нинесском округе станет годом народного единства. Об этом в пятницу на высшем совете заявил глава региона Игорь Кошин. Он выступил с докладом об итогах деятельности. Несмотря на сложные экономические условия, в уходящем году удалось многого достигнуть, сказал Игорь Кошин. Он подчеркнул, мы побеждаем, когда едины. А вот что касается наступающего года, то одной из главных задач в регионе по-прежнему остается борьба с так называемым социальным сиротством. Свою речь глава региона начал с подведения итогов в сфере экономики. Объемы добычи нефти за 9 месяцев текущего года выросли на 558 тысяч, что 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Впрочем, не нефтью единая, жив за полярный край, отметил Игорь Кошин. Обратите внимание на положительную динамику валового регионального продукта даже без учета нефтяных доходов. Если в прошлом году рост составил 700 миллионов рублей, то в этом году уже 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Находясь в прямой нефтяной зависимости, расходная часть бюджета региона на соцполитику должна быть сформирована по принципу адресности и нуждаемости. Яркий пример такого подхода – увеличение числа детей до 400, которые в следующем году смогут поправить свое здоровье. Знаю, не все решения по социальным льготам воспринимались вами единодушно. Однако в округе на начало года было 106 тысяч социальных выплат. Обратите внимание на эту цифру – 106 тысяч. Это в два с лишним раза больше, нежели жителей в нашем регионе. И понятно, что в данной системе необходимо навести порядок, особенно с учетом экономических реалий. Объемы социальных выплат в следующем году останутся прежними. Власти будут поддерживать всех, кто в этом нуждается, подчеркнул Игорь Кошин. Говоря о развитии округа, было бы неправильно концентрироваться только на текущих потребностях. Мы обязаны думать о логострочных перспективах. Именно поэтому значимым достижением в нашей работе на федеральном уровне в текущем году, я считаю, принятие постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития нашего округа. Постановлением предусмотрено непосредственное участие правительства страны в решении стратегических для нашего региона вопросов. Речь в том числе идет о строительстве дороги на Ринмар-Русинск, о подключении Неницкого округа к единой федеральной системе энергоснабжения, о реконструкции на Ринмарского торгового порта и аэропорта. Далее Игорь Кошин в своем докладе затронул выполнение майских указов президента. В этом году мы смогли совершить, не побоюсь этого слова, прорыв в обеспечении наших жителей доступом к государственным услугам по принципу единого окна. Если в начале года только в половине муниципальных образований были многофункциональные центры, то к концу года МФЦ уже функционировали в каждом муниципалитете. За текущий период государственные услуги в центрах получило 21 тысяча человек. Это в три раза больше, нежели в 2014 году. Рад, что это мы смогли сделать одними из первых в нашей стране. Что касается кадровой политики, то в этом году на работу в образовательную сферу региона пришли 35 молодых специалистов, а учреждения здравоохранения полностью укомплектованы участковыми терапевтами. Но кадровый голод испытывает по-прежнему большинство поселений нашего округа. Причем во всех сферах. Строительство, медицина, образование и так далее. Поэтому эту работу нам необходимо продолжить и в следующем году. Жизнь села должна быть сконцентрирована вокруг производства, считает губернатор. Поэтому власть региона постарались сделать так, чтобы жителям деревень и сел было выгодно и интересно создавать полезные продукты. Для этого была изменена система субсидирования агропромышленных хозяйств. Приняты меры по стимулированию жителей к открытию частных хозяйств. В результате в текущем году были открыты три новых производственных объекта. В Красном, Оксино и поселок Харьягинский. Зарегистрировано 11 частных предпринимателей, создавших хозяйство с нуля. На начало года их было всего два. Хочу особо отметить такой факт в указанном направлении деятельности. Ранее производственные мощности мы пытались создать за счет бюджета округа. В этом году мы решили отдать их строительственную откуп нашим самим хозяйственникам. Первый результат превысил ожидания. В бюджете было запланировано строительство убойного пункта стоимостью 149 миллионов рублей. Я подчеркиваю. Тем не менее, СПК Путилича с нашей помощью сам построил необходимый убойный пункт, который нужен оленеводам за 75 миллионов рублей. Это тот пример, которому должны следовать и другие хозяйства, подчеркнул глава региона. Строить производственные объекты должны те, кто их затем будет эксплуатировать. Теперь продовольственный рынок. В прошлом году администрация округа приняла дополнительный ряд мер для улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Благодаря новым механизмам субсидирования продукта мы наблюдаем рост производственных показателей во всех животноводческих хозяйствах. Валовое производство молока в первом полугодии увеличилось почти на 100 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хозяйствам стало выгодно производить больше продукции, увеличивать стадо. Аналогичная ситуация в оленеводстве. В этом году оленеводских хозяйствах появилось на свет на 3 с лишним тысячи телят больше, нежели в прошлом. Это значит, что порядка на 100 тонн увеличится заготовка мяса. Затронул глава субъекта в своем выступлении достижения нашего региона в области культуры. В год литературы Ненисский округ стал вторым на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион страны», оставив позади такие культурные столицы, как Москва и Санкт-Петербург. Затем Игорь Кошин говорил о самом дорогом в нашей жизни – детях. 50 детей обрели новую семью. Еще 20 покинут детский дом в ближайшее время. И я выражаю благодарность всем, кто участвовал в этом благом деле. Однако хочу обратить внимание всех присутствующих в округе. По-прежнему остро стоит проблема социального сиротства. 90% воспитанников наших учреждений, детского дома, дома ребенка, наших сирот – это жертвы неблагополучной обстановки в семье. И на эту проблему я прошу обратить самое пристальное внимание всех органов государственной власти и органов местного самоуправления. В уходящем году россияне отметили важнейший в истории страны праздник – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. В период подготовки к юбилею власти провели реконструкцию и замену памятников на могилах ветеранов почти во всех поселениях региона. Мы установили 130 памятников. И в дальнейшем будем продолжать работы по увековечиванию памяти, павших в борьбе с фашизмом. Ежегодно мы теряем героев войны. В 2015 году из жизни ушли три ветерана Великой Отечественной войны, жители нашего округа. Это Анисия Меркудьевна Шалонина, Даниил Павлович Терентьев и Антон Виссарионович Михеев. Прошу всех присутствующих почтить их память. В завершении доклада планы на предстоящий год. Необходимо увеличить объемы инвестиций в топливно-энергетический комплекс нашего региона. Конкуренция в этой отрасли, считают губернатор, будет только повышаться. Также в следующем году власти должны уделить огромное внимание предпринимательской деятельности. Необходимо ликвидировать административные барьеры для развития частного бизнеса. Коллеги, друзья. Президент в своем послании отметил, что мы должны быть готовы к затянувшемуся периоду низких цен на сырье и внешних санкций. Однако даже в этих непростых условиях мы многого достигли за 2015 год. Для преодоления всех экономических трудностей в наступающем году нам необходимо сплотиться еще сильнее. Мы побеждаем, когда едины. Именно поэтому я принял решение объявить следующий год годом нашего народного единства. Основная задача года народного единства – консолидация представителей власти, бизнеса, некоммерческого сектора для достижения общей цели. Я не случайно призываю к такому трехстороннему взаимодействию, потому что знаю, что каждый из его участников активно вовлечен в социальную жизнь нашего округа. Подобно тому, как нам удалось сколыхнуть наш Агропром, мы надеемся создать конкуренцию в сфере социальных услуг. Рассчитываем, что часть услуг вместо госучреждений смогут выполнять некоммерческие организации. Идея единства подкрепляется исторической памятью многонационального округа. И здесь особенно важно создать единую систему взаимодействия, где дети помогают ветеранам, военнослужащие шефствуют над школьниками, в работе поисковых отрядов участвуют люди разного возраста. Убежден, что только вместе мы сделаем наш округ один из самых конкурентоспособных регионов нашей страны во всех сферах – от экономики до культуры.